В зале Владимирского дома культуры молодежи участники победители конкурсов «Гражданская активность» и «Лучший КТОС». Неравнодушные жители города из комитетов территориального общественного самоуправления в Владимирской мэрии называют своими главными помощниками. Именно они помогают выстраивать диалог между администрацией и жителями города. Жители получают информационную поддержку, спонсорскую поддержку. Именно в КТОСах проводят приемы депутаты, куда могут жители прийти за решением вопросов семейного характера, благоустройства территории, взаимодействия с органами власти. Призы и дипломы участников в этот раз получили шесть Владимирских КТОСов. Все они победители конкурса по итогам двух лет. Общественные инициативы, активность жителей – это самое главное. Вот на это мы делаем ставку. Участниками конкурса «Гражданская активность» стали руководители НКО. В числе победителей – Людмила Романова, руководитель общественной организации инвалидов «Поддержка». Ее 15 сотрудников за свою работу денег не получают. Вместо того, чтобы сидеть дома, они помогают людям с ограниченными возможностями. Занимаются их реабилитацией, устраивают праздники, проводят мастер-классы, устраивают поездки в интересные места. Волонтеры верят, что внимание – одно из лучших лекарств. Недавно мы вручали постельное белье нашему инвалиду. Он очень плохо передвигается, считайте, в четырех стенах. И когда я пришла, он настолько обрадовался. И мы очень много времени сидели, общались с ним. И он, конечно, о своих проблемах говорил. Но знаете, что меня очень удивило? Что он сказал – я самый счастливый человек на планете. Сейчас самому маленькому подопечному Людмиле 5 лет, а самому старшему скоро исполнится 90. Помощь в организации получает более 300 инвалидов со всей области. Параллельно волонтеры помогают многодетным семьям и людям, попавшим в беду. Если кто-то нуждается в этом, то пусть, пожалуйста, звонят нам по телефону, приходят. И мы всегда рады будем их видеть здесь. 36, 28, 60 в лесу. При этом сама организация живет на деньги спонсоров и помощь в мэрии. Порой за телефон приходится платить из собственных пенсий. Как призеры конкурса общественники получат премию – 7 тысяч рублей. Деньги потратят на организацию праздников для инвалидов.